На улице как-то сегодня грустно. Я сготовила на вечер цветную капусту с курочкой, с паприкой, с помидоркой, с лучком, с петрушечкой, с приправками. Вроде вкусно получилось. Рис добавила еще. Полезная еда. Завтра иду на маникюр. Муж вот уже 15 евро выделил. А вдруг больше там будет? Но строго. Сколько сказала, столько положил. У нас не забалуешь в доме. Что-то не видно моих. Куда они ушли? Непонятно. Не видно собачуленьки моей. Гуляют. Лапки мыть. Молодец. Молодец. Лапочки мыть сейчас будем. Хороший мальчик. Лапочки дал помыть. Животик, да? Мордочку. Все помыли. Иди ложись. Иди отдыхай. Иди моя куколка. Да, смотрел там приглашение есть? Не хотят тебя приглашать. Нету приглашения. 28 число нету приглашения. Старики же не знают, где, что, когда. А потом будут удивляться, что в ВДВРУМа самый низкий процент. Если люди не знают, куда идти и во сколько. Куда идти голосовать? Конечно. Как там на улице погода? Стоит. Холодно, нет? Слушай, ну я-то здесь прохожу, здесь ветра нет, а там в Олеке, наверное, что-то есть. В магазине есть народ-то? Нет, маленькие я взял, потому что большие, самые дешевые, 249. Ну, понятно. А это евро 59, 250 грамм. А что, ты две упаковки взял, да, я смотрю? Да. Ну, они по две, я посмотрю, по две степи сейчас, понимаем. А что, 419, это что такое? А, сгущенка. Господи. Смотрю, я, честно говоря, расстроена. Смотрю на чек и не понимаю. Я расстроена, что приглашения нет. Действительно, хоть бы сказали, куда, куда идти-то. Я бы без приглашения пошла. Ты же не смотришь почту свою. Ой, изругал. Изругал. Ну, а что отругал? Если завели адреса, почему бы не просматривать? Каждый день просматривать надо. Потому что там тебе столько рекламы пихают, и убирать сразу надо. Не загружать. Все? Отчитал? А тебя бестолку отчитывать. Ну, понятно. Это только для плода души своей. Все? Или еще что-нибудь скажешь? Все, я ушел. Я внимательно выслушаю. Да. Меня отчитывает. Лучше бы внимательно смотрел, что он покупает. Вот. Сразу сверху видно. Но меня отчитывает. Как это можно вот так вот купить помидоры и не посмотреть? Что же ты берешь, а? Ну, вот. В этой гнилые помидоры вон. Они вообще мягкие. А эта вон какая гнилая. И эту открыла тоже. А меня отчитывает. Ну, что это такое? Купил помидоры. Сейчас скажет, я не видел. А когда говорю, бери тогда очки с собой, если ты не видишь. Очень сердится. Вот. На выброс. Нормально, да? Вроде черника. Нет, он тоже. Черника тоже плохая на выброс. Малину сегодня тоже много выбрасывала. Клубника порченая. Ягоды не надо покупать больше. Все. Он что продает. Ну, лук вроде хороший. Что здесь? Семечки? Семечки. 9,75. Хорошо. Тогда что-то ты меня ругал. Ну, надо же повоспитывать. Чтоб ты задумалась. О чем? А? О чем? О просмотре почты. О своем поведении? Ну, поведение у тебя нормальное, ладно. Да. Вот так вот и загоняют под плинтус. Кого под плинтус? Тебя загонишь. Такого плинтуса нету еще. Ой, бесстыжий ты. Что бесстыжий? Ты сегодня то утро молчал, а тут теперь выступать начал. Тебе графин с водой не принести. Любимая панорама для мужа принес. Цветочки, которые дочка и зятя приносили на 23-е, стоят. Вот, красивые. Сегодня 28-е уже. Сегодня солнышко. Первый день весны. Первое марта. Розы мужа бодрые стоят с 23-го числа. Вот они какие стоят, красавицы. С весной вас. Время 7.50. Я встала раньше, а сейчас муж встал. Выспался. Вот они. Красавцы. Без 5-8 утра. А тот маленький красавец вставать не хотел. Не выспался. Мы вчера фильм смотрели. До 11-ти вечера почти. Нет, 20 минут 11-го смотреть закончили. Патрюшек. Куколка. Вот так вот. Раннее утро. Разогнался с утра. Все перевернул. Вода побежала к тебе. Да, да. Конечно, болтунья. Такой звук был. Наверное, соседи внизу подумают, кто там упал у них. Режая клубничка протертая, облепиха, чизника. Вот кто поднимает настроение нашей Ани Вески. Та, которая поет не под фанеру, а живьем. Я там начала юноста, как у нас синтезатора. Размер вот такой. Юноста. И я играла. И потом только дали мне поднимать второй голос. У нас солисты ансамбля нашего поколения. Тогда мы уже стали после брата. Айвардон Александровна у нас в твердый театр Манаймойна. Так что нельзя. Что надо? Мужу с утра показывать. Смотрит на небеске. Улыбается счастливый. Ты ее сам нашел, а не показывать. Да что ты говоришь? Лежит прямо умиротворенный. Я там супчик варю. Суечу. Будем точны. Не варишь, а довариваешь, если уж точно. Да что ты говоришь? Довариваю. Да. Чтобы любимки в обед покушать. Не только любимки, и тот, кто доваривает. Я на маникюр к часу иду. А полвторого ты сам будешь обедать. Так что, зайка моя, приятного тебе. Я тебя дождусь, так что мне так... Да что ты говоришь? Даже встретишь, чтобы налево никуда не удрала. А куда ждеться-то? Все ясно с вами. Наслаждайся. Патрюшек. Ты что ли гулять идешь? Патрюшек гулять пойдешь, зайка. Что же там происходит? Что же там происходит такое? Ой, какой он радостный. Да? Радостный. Ну что, собралась, побежала. Времени осталось очень мало, как всегда. Бегу-бегу-бегу. 20 минут осталось мне добежать. Сейчас звоню мужу и говорю, время без 15. Бегу, он говорит, что-то так рано. Я говорю, как рано. 15 минут осталось добежать. Он говорит, без 15-11, 2 к час. Для кого это там было записано? Маникюр в среду, 13-00. Я привыкла... Хи-хи-хи. Я привыкла, что к 11-й. К 11-й. К ней ходила. Включай голову, сколько раз я тебе говорила. Понеслась она в 11-й. Я уже опастую, без 15-й. Надо было не брать телефон, пробежалась бы туда и обратно. Вот вредитель, а? Ты вредитель. А как таких людей научишь? Только вот так вот. Каких таких? Со склерозом? Который не дружу. Очередной штамп. Что я с головой не дружу и что-то не так. Вот так вот штампы приклеивают к людям. Ох! Ну, если это справедливый штамп, он остается. А если он не справедливый, он отпадает. Так что старайтесь доказать, что это несправедливый штамп. За головой я дружу. Да. Сил моих нет. Сил моих нет. Бежать в это время не ездить, а ходить нет. Взяла Патрюшу на руки. Вон какая собачка. Мужчина идет, говорит, напугали собаку в самолете. Я сейчас за кого и номер, ты даже не знаешь. Наши флаги. Все я знаю. Эстонский флаг Евросоюза и флаг города. Патрюшкин, пойдешь со мной голосовать? Скажи, я паспорт не взял. Да, у него европейский паспорт, кстати. Вот. Повесили указатель. Все на путстве мне раздает. Господи. А дверь закрыта. Вот так. Закрыта дверь. Ну да, 11 еще. Вот видите, у меня сегодня какой-то день. Не такой. Я все везде рано очень прихожу. Скажите, а здесь нет председателя этой комиссии? Вот сейчас. Не пришла еще? Хотела ей сказать, что вчера по телевизору и сегодня в новостях передавали, что 87 человек пришли голосовать. И очень-очень удивляются. У нас дочка живет в Тойловской волости, и в неделю тому назад пришли приглашения на голосование. А у нас ничего в городе, никто не знает. Никто не знает. Вот в нашем доме, например, живут люди возрастные. Они даже не в курсе, представляете, где голосовать. Передайте кому-то одинцу или кому-то, что ведь никто не знает, но не придут же голосовать люди. Не в курсе они, просто не в курсе. Вообще, конечно, безобразие. Раньше приглашения приходили. Но ведь не у каждого есть возможность получить не в бумажном виде приглашения. Поэтому, конечно, говорят, что не приходят люди. Не хотят, чтобы, наверное, приходили люди и голосовали. Я потом передам Лене. Будьте любезны. Я потом приду только по 6-й. Ну вот Лена вчера, кстати, говорила в новостях, что люди не идут, очень плохо и все. А, ну вот она сама и говорила. Да, она вчера и говорила сама. Ну вы представляете? А люди просто не знают, куда идти даже. Ну, ну это же вообще ужас какой-то. Я приду по 6-му, я ее передаю еще. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Хорошего вам дня, до свидания. Хорошего дня. Спасибо. Ну что, кто говорил, что у меня склероз, что надо думать, включать голову. Ты меня куда послал сейчас? Куда? На выборы. А сколько времени сейчас? А что, с 12-ти что ли тоже? Я думаю, только первый день с 12-ти, а там круто. Выкручиваешься, как рыба. Уж ты, уж на сковородке крутишься, да. Чего переживай, не переживай. Я за страну переживаю. А страна должна я тебе переживать. И за выборы. Страна тебе должна переживать. А что, она не переживает? Чего она мне не дает, моя страна? Ну, 1 апреля увидишь, будет у тебя пенсия тысяча двести? У каждого должно быть не ниже тысяча двести. Это икры говорят, что у каждого... Чего икры? У них сейчас, это соцдемы сейчас говорят. Соцдемы говорят. Ну, что делать? У них программы-то практически одинаковые у всех. Кстати, да. В этот раз программы у всех одинаковые. Сейчас нет такой сильной партии, которая в правительстве одна была. И тогда уже с них можно было спросить. А они в коалицию будут, скажут. Да, мы вот выдвигали, а напарники были против. Не прошел. И все. Ты мне лекцию читаешь? Сашка, ты любишь читать лекции вон там. Какие лекции? Детки пошли гулять. Урок политинформации. Слушай, я так давно уже, когда в Таллине училась, эту политинформацию слушала. И мне это все надоело. Больше не хочу слушать. Понимаешь? Канал не политический. А все равно без этого не обойтись. Все равно где-то цепанешь. Ну, я на определенные темы не говорю. Те, которые темы, приемлемые всем, я вот об этом и рассказываю. А те, которые могут затронуть людей, и сердца их я не трогаю. Я живу, как могу. Никому не мешаю. За ошибки свои лишь себя осуждаю. Да и то не всегда. И не очень глобально. Невозможно прожить свою жизнь идеально. Невозможно не плакать, не лгать, не ругаться. Невозможно для всех и всегда улыбаться. Можно просто принять, что дается судьбою. Но всегда и во всем оставаться собою. Чистого неба над головой. Здоровья, любви всем. Счастья в дом. Пока.